Пенсионное удостоверение в качестве билета. В художественном музее в честь праздника Дня пожилого человека для пенсионеров акция. Бесплатное посещение всех экспозиций. Музей открыт с 12 до 20.00. Насладиться посетители смогут не только картинами, но и музыкой, концертом саксофониста. Провизор на пенсии Лариса Васильевна в музее частый гость. Об акции услышала случайно. Переживая, что другие пенсионеры, возможно, не в курсе такой возможности. Надо шире было предложить эти рекламы, чтобы люди заранее готовились. Я думаю, был бы полный музей сейчас пенсионеров, если бы заранее было известно, что именно в этот день, день пожилого человека, будет бесплатный. В обычные дни билет при наличии пенсионного стоит 30 рублей. Но именно в праздник народу приходит больше. Дело не в деньгах, сходится во мнении сотрудники музея и посетители. Пенсионеры чувствуют себя особенными. Им приятно получать подарки. Мне кажется, конечно, очень важно оказывать внимание пожилым людям, потому что им этого очень не хватает. Им не хватает общения, а именно в этот день это особенно приятно. И бесплатное посещение, и внимание, и подарки, и концерт. Это все вкупе действует очень положительно. Пенсия – время пожить для себя, открыть что-то новое, посетить места, в которых раньше из-за занятости часто бывать не получалось. Екатерина Васильевна и Антон Прокопьевич в Иваново переехали недавно. Теперь стараются использовать время отдыха от работы с максимальной пользой. Мы часто ходим в парке гулять, еще на концерты очень любим. У меня муж, как бы, самоучка играет на гитаре, гармошке. Он участвовал в конкурсах здесь каждый год. Ну, не каждый год, по-моему, раз в два года играет гармон. Он получал тоже награды какие-то. Ну, в общем-то, мы активные такие еще пока пенсионеры. В прошлом году акция пользовалась успехом. Две экскурсии посетили около ста пенсионеров, считали по бахилам. Поток желающих не ослабевал весь день. В этом году прогнозируют еще больший наплыв посетителей. Люди третьего возраста искусством интересуются сильнее молодежи. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.